приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что дорогие друзья вчера был праздник святой пасхи хоть поздно но лучше чем никогда я вас с ним поздравляю хотя пасха вроде как идет три дня вот и я получила подарочек от моей подписчицы ларисы которая нашла меня в контакте и предложила выслать мне пряжу как она сказала я вязать уже из этой пряжи не буду а вы что-то свяжите вот сегодня я покажу вам посылочку эту покажу чем я занималась все это время пока не выходили ролики ну так немножко понемножку обо всем на сегодня очень солнечная погода и вообще друзья так давно не было дождика дождик очень нужен я не знаю видно вам в камеру или нет по всходили мои сидираты вот смесь которую я здесь села но здесь клочками будет вот эта вот часть я же все потихонечку здесь обрабатывала вот эта вот часть здесь чисто фацелия она еще не взошла я ее сажала позже а вот там там смесь сидиратов и вот я вижу что взошла по-моему горчичка и взошел ячмень там еще будет также фацелия еще какой-то сидират уже и не припомню их как не хватает дождика так нужно чтобы дождик полил земельку чтобы все пошло расти но сегодня я уже пропалывала дорожки во дворе давайте покажу вам как здесь дело обстоит с цветочками здесь вот пиончик хорошо пошел может быть сегодня я протяну шланг и нужно полить я все думаю когда же пойдет дождик пойдет пойдет вот-вот но что-то никак не хочет нарциссы уже скоро зацветут вот уже бутончики мухи летают вовсю и вот дождя нет а видите я здесь уже полула здесь вот мы и будем это все убирать но я пока не знаю дойдет ли дело у нас в этом году до плитки я вам уже говорила что скорее всего в первую очередь будем заниматься беседкой разбирать старый сарай и заниматься беседкой поэтому я здесь слежу за порядком чтобы вдруг не дойдет дело до плитки видите сколько здесь дуванчик очень много очень много здесь было подорожника в общем дождя нет успевай полоть черешенка вот сейчас покажу вам хорошо хорошо пошла вот здесь очень хорошо пошел здесь сажала эту грядочку чеснок а в другом месте думала чеснок не взойдет сейчас перейдем на эту грядочку и я вам покажу вот здесь видите как тяжело ему нет все-таки нужно полить такое все сухое наверное я при прерву свое плетение плиту кресло макраме вот нужно немножко пополивать ожил чесночок очень поздно но все-таки вот по вылезал здесь почему-то нет видите земля уже трескается вот здесь все-таки ожил все-таки пошел пересмотрела я мой надо мне полиэтилен пособирать такой ветер был это я не хотела выбрасывать может быть морковочку придется укрывать в общем совсем порваны выбросила вот этот вот надо пособирать ветер все поразносил так как же тут пережила стэнли это вот слива чернослив очень хорошо выросла прям уже метра два с половиной наверное высоту очень хорошо удобно вот этот лук батут сейчас вот делаем салатки даже просто мук просто лучок со сметанкой очень классно да надо и щавель уже пошел хорошо расти надо выйти наверно пополивать лук не собирается всходить ну потому что нет дождя решили мы делать большую зону отдыха большую беседку вот этот сарай уберется и наверное еще столько же короче 20 квадратных метров будет беседка шикарная беседка вот вот здесь он будет занимать место может быть даже и немножко выйдет за границы сарая не знаю пока в какую сторону либо сюда но сюда мне не хочется хочется чтобы здесь было все под одну линию значит скорее всего захватим полметра с огорода очень красивую беседку нашла пересмотрела друзья кучу видео всяких разных на это очень много нужно времени ну вот не знаю как у нас получится с лёшиком но что-то получится в общем здесь будет очень шикарная беседка зона отдыха вот такие дела ну ладно давайте будем заходить в дом немножко погуляли на улице тепло воробушек там где входит труба газовая в стену вот там гнездышко у воробушков коты мои что это окошко садятся и смотрят ладно заходим покажу вам что мне прислала лариса лариса от всей души благодарю за вашу доброту вот еще минуточку вот посмотрите по моему вот это горчица сходит и рядом с ней вот этот овес отвечу на вопрос видите как хорошо сходят конечно я вот думаю полить они мне говорят мам полей а я боюсь что я полью вообще земля потом высохнет коркой возьмется и еще хуже будет вот не знаю посоветуйте полить мне эту травку или не надо дождаться дождика отвечаю на вопрос вы меня спрашивали а почему вы весной посадили сидираты обычно же их сажают осенью для удобрения друзья я намеренно их посадила весной потому что здесь была целина и очень много пырия вот чтобы эти сидираты вытеснили эту траву всякие сырные и сорняки они имеют такое свойство вытеснять очищать землю я решила посадить здесь сидираты и осенью все это дело еще раз перекопаю скашу эти сидираты я их не буду скашивать вот как там 40 сантиметров вырастают скашивают и это является удобрением нет я буду их до конца выращивать когда они там и зацветут и все такое осенью перекопаю и возможно еще раз посею это нужно мне для того чтобы здесь очиститься от сорняков и удобрить землю а уже может быть на следующий год буду здесь что-то сажать цветы кусты не знаю что еще пока вот поэтому моя цель это избавиться от сорняков вот такая здесь была вся земля вот вот как здесь представляете мне картон помог земля очистилась вот здесь тоже лежала лежал кирпич и не давал расти вот этому пырию но земля была можно сказать вот такая когда я накрывала картоном она была вот такая посмотрите как хорошо сегодня уже поливала свою ивку вот она красавица моя приближу хорошо принялась все хорошо растет что-то опять какой-то фокус странный я не знаю чё с камерой происходит то хорошо все четко снимает потом какая-то размытость не знаю я в чем дело друзья ну как есть как же хорошо тепло тихо красота ну а теперь давайте покажу что у меня здесь происходит с креслом макраме происходит вот такая красота научилась друзья я вязать плоский узел который ажурные видите он необычный вот посмотрела много видео это получается у меня спинка то есть задняя часть подвесного кресла вот это вот мне не надо я все лишние вот эти веревки убираю чтобы они ну да 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 моня не надо мне здесь помогать не надо очень красиво друзья получается я увлечена этим процессом вижу по мастер-классу называется по моему плоско польская блогер заплатана вот заплатана или заплатана называется вот так канал вот по ее размерам в общем делала немножко увеличивала очень много скорее лишний пряжа останется но ничего что-нибудь из нее придумаю следующее кресло если буду плести уже четко буду знать размеры нити которые нужно мне отрезать пряжа мне очень нравится пряжу предоставлял мне в рамках сотрудничества магазин т-декор на площадке вальдберис этот магазин который производит эту пряжу называется нить добра ссылочку конечно вам оставлю в закрепленном первом комментарии к этому видео очень бюджетная пряжа получается где-то 270 рублей моточек 100 метров я посчитала что это почти в три раза дешевле и нежели покупать вот этот гамаковый шнур но нужно обязательно чтобы несущие вот эти что стропы были не из-за этой пряжи чтобы внутри был или тот же гамаковый шнур но я использую вот такой джутовый канат 4 миллиметра тоже 100 метров стоит 700 там с копейками 714 что-то такое рублей покупала я на озоне если сплести чисто и джута кресло у меня тоже есть такая идея она будет конечно же дороже стоит но это вообще вещь будет а джут не пачкается люди даже плетут коврики перед входной дверью и он просто ну как бы выбивается вытряхивается и не требует стирки вот это будет классная вещь но получится дорогое кресло это если делать для себя то конечно можно позволить получится где-то около восьми тысяч рублей только материал джут а еще нам надо купить кольца около 10 тысяч наверно получится себестоимость кресла но если делать самим то я думаю что это не так уж и дорого для такой красоты вот здесь вот вот эти вот пригодились мне вот эти крючочки очень удобно нет не путается здесь вот тоже я навешиваю вот это у меня служит как крючок в общем друзья я приловчилась сейчас я здесь попробую перешагнуть приловчилась и теперь дела у меня пошли гораздо быстрее вот посмотрите какая красота включу свет так получше вот здесь вот такой узор из плоских узлов вот такие конусы или ромбы здесь я немножко отошла от мастер-класса у девушки вот эта часть просто прямо у меня идет на расширение вот начиная отсюда я добавила по одной нити с одной из другой стороны и вот свяжу еще вот этот вот ромб и добавлю еще один раз в нить ну скорее всего один раз и получится что вот эта часть у меня не будет просто прямой а будет ну как бы на расширение вот жду лёшек теперь вынуждена приедет на машине привезет мне второй круг который 110 сантиметров в диаметре но возникает теперь вопрос и проблема как я буду ее решать не знаю вот здесь проем метр то есть я не смогу работать в этом проеме когда будут цеплять эту нижнюю часть этот металлический круг и где теперь вообще продолжать работу когда и приедет этот круг я не знаю то есть мне нужно перебираться опять покупать вот такое крепление крепится где-то либо в доме либо на улице а на улице нужно выставлять очень все ну как бы по уровню чтобы ровно прикрепить этот круг на стульях там или как в общем у меня такого места даже нет думала вот здесь вот где-то прицепить но опять же портить вот этот пластиковый потолок ради того чтобы связать кресло хотя хотя если я буду заниматься плетением таких кресел на заказ то может быть и стоит это сделать вот здесь вот как-то еще одно крепление сделать для ну как бы для рабочего момента вот этого вот такая красота друзья столько разных узлов я научилась вязать вот здесь вот в центральной части это же ну вот так будет здесь посадиться бог будем садиться тоже что-то очень красивое придумаю здесь будет по-другому украшена не так как в мастер-классе а вообще очень хороший мастер-класс причем безоплатные друзья я видела очень много роликов особенно видео шут на ю тубе и все они отправляют конечно же на платные мастер-классы их тоже очень много где-то две с половиной тысячи стоит мастер-класс можно это друзья все освоить самостоятельно научиться по просто вязать вот эти различные узоры у меня уже возникает возникают кое-какие мысли по поводу второго кресла так что кто-то купит а кто-то возможно и самостоятельно к этому придет очень хорошо что есть и платные и бесплатные мастер-классы я считаю что это и и другое должно быть не все могут ну не у всех людей развита фантазия и логическое мышление поэтому я думаю что платный мастер-класс поможет в этом если кто-то задастся такую целью связать себе вот такую красоту ну как же мне нравится вот это вот ажурная сеточка плоскими узлами вот такая красота у меня получается ну а теперь давайте перейдем к самому приятному посылочка прекраснейший пряжи очень тоненький монеты тоже пришел посмотреть да очень тонкий друзья лен вот такого цвета и а второй ли он еще здесь есть вот такие сладости лариса ни разу не пробовала овощное чудо сладкие морковные дольки а сейчас откроем посмотрим что там внутри а а внутри вот такая подсушенная морковь она сладкая класс к чаю так это мы убираем теперь покажу вам вторую пряжу тоже тонюсенький тонюсенький лен немножко другого оттенка и если связать какое-то цветное кружево вообще планирую из этого льна связать лёшику такую летнюю рубаху но вы посмотрите на моих помощников пряжа в пасмах конечно тут лариса я смотрю уже клубочки даже смотала помогла мне уже есть готовые вот очень много пряжи посмотрите здесь какое богатство не знаю сколько здесь пасм в общем посылка весила больше трех килограмм 3 килограммов я же ну и вторая бобина это тут наверное два килограмма очень похожа пряжа на ту которую я покупала на озон ну по-моему намного тоньше и вообще тонюсенькая это если только в две ниточки вязать красивая получится за на веско лариса еще раз от всей души благодарю это прям подарок в пасхе в пятницу я получила 14 числа 14 апреля а в воскресенье у нас была пасха так что здесь вязать не перевязать вот еще нужно перемотать эти пасхи но потом конечно же когда дело дойдет до этой пряжи обязательно покажу и расскажу что у меня получится ну вот друзья на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю вам было интересно я хочу чтобы вы вдохновились моей идеи чтобы вы верили в чудеса ну и конечно же прикладывали к этому ручки и помните что мечты сбываются я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока